Для установки кряка Quantum Break вам необходимо активировать режим разработчика на Windows. Для этого заходим в редактор групповых политик gpedit.msc, затем в конфигурации компьютера находим административные шаблоны, компоненты Windows, затем кликаем по развертыванию пакетов приложений, и включаем там все, где есть слово разрешить. Редактор групповых политик gpedit.msc есть только в профессиональных ревизиях Windows, поэтому если у вас он не запускается, то скорее всего у вас домашняя Windows, и на моем сайте вы найдете файлик reg, который надо будет распаковать из архива и применить, он добавит в реестр эти разрешения. Так, теперь в настройках Windows включаем режим разработчика и перезагружаем компьютер. После перезагрузки запускаем powershell от администратора и печатаем команду setExecutionPolicyUnrestricted, после чего вводим а, после чего переходим в папку, куда вы скачали кряк с помощью команды cd . Обращаю внимание что папку нельзя переименовывать, в конце названия должны быть эти странные буквы с цифрами. Теперь запускаем команду по регистрации приложения т.е. нашего кряка. appappspackage-register appsmanifests.xml. Тут может вывалиться ошибка, сбой развертывания с hresult, для установки этого приложения требуется лицензия разработчика для магазина Windows или система с возможностью загрузки неопубликованных приложений. Справиться с этой залупой легко. Нужно в той самой папке с кряком удалить вот эти два файла и попробовать заново. На этот раз команда выполнится без ошибок, а в списке универсальных приложений появится этот самый Quantum Break, и игра заработает. Если же при старте после заставки игра сразу вылетает, то у вас скорее всего ноутбук с двумя видеокартами, встроенной и дискретной. Как заставить универсальные метры приложения запускаться на дискретной карте, я пока не знаю. Но если узнаю, обязательно сделаю видео. Не забудьте подписаться на канал.